Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатензейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. 46 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие сутки. 127 человек выздоровело. Напомнить каждому из нас о красоте и многообразии дикой природы вокруг, а также о значении, которое она играет в нашей жизни. 3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. 7 семей оленеводов СПК «Восход» получили ключи и документы от нового благоустроенного жилья в селе Ома. Об этих и других событиях расскажем в ближайшие 20 минут. 46 новых случаев заболевания COVID-19 выявили у жителей региона за минувшие сутки. В числе заболевших – 44 жители Наринмара и поселка Искателей, два – жителя Тельвиски. 127 человек выздоровело. По информации регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19. Подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится 390 человек. Еще у двух пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммунно-ферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 392 человека. Из них стационарное лечение получают 29 человек, амбулаторное – 363. В регионе зарегистрировано 93 летальных исхода от коронавируса. Напоминаем, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности. Обязательный масочный режим – постановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В Ненецком округе возобновлены выезды мобильной социальной бригады в населенные пункты округа. Напомним, в феврале текущего года в связи с повышенной заболеваемостью новым штаммом коронавируса «Микрон» выезды в отдаленное поселение были приостановлены. С начала марта работа социальной бригады возобновлена. На этой неделе специалисты отправятся в Тельвиску, Хангурей и Каменку. На следующей неделе запланирован выезд в Коткино. В плане также выезды в Красное, Нельминос и Андех. Выезды социальной бригады могут переноситься. Из-за неблагоприятных погодных условий. Всего с начала текущего года мобильная социальная бригада посетила четыре отдаленных населенных пункта Ненецкого округа. Великовисочная, Лабожская, Пылемец и Оксина. В ее состав входят специалисты Госюрбюро, отделение социальной защиты населения, Центра занятости населения, отделение медицинской профилактики Ненецкой окружной больницы, Комитета по семейной политике, опеке и попечительству регионального департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения. В ходе рабочих визитов в окружные села социальный десант проводят личные приемы жителей, консультации о мерах социальной поддержки, льготах и выплатах в социальной сфере и государственных услугах в области содействия занятости, предоставляют бесплатную квалифицированную юридическую помощь, а медицинские работники обследуют население на выявление факторов риска часто встречающихся заболеваний. Добавлю, работа мобильной социальной бригады направлена на повышение уровня доступности социальных услуг и обеспечение оперативной социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам. Долгожданный дом. Семь семей оленеводов СПК «Восход» получили ключи и документы от нового жилья. Из рук губернатора округа Юрия Бездудного Наталья Дуркина продолжит тему. Наколоть дрова, наносить воду, постирать, приготовить – вот уже 20 лет Татьяна Бобрикова является чумработницей. Труд жены оленевода очень сложен. Квартира в селе с удобствами намного облегчит жизнь Татьяне. Как только семья Бобриковых узнала о том, что скоро получат квартиру, принялись выбирать новую мебель и технику. Вывозили из города и теперь все вещи хранятся в гараже. Ждут своего часа. Хорошие, но ждали долго. А так хорошее, тепло. Мы уже как бы с осени закупали мебель, до чего-то. Сейчас стоят в гаражах, смокнут. Холодильник даже стоит в гараже. Никуда поставить. В семье Бобриковых пять человек. Муж – Валентин, жена Татьяна и трое детей. Сын учится в городе, а девочки – в Оме. Зайдя в квартиру, сестрички сразу начали выбирать себе комнату. Ну, мы привыкли здесь жить. Комнату вот эту вот выбрали. И нам дом очень понравился. Все очень красиво, уютно. Не тянет? Ну, так, 50 на 50. Ну, в основном только на современное. Ну, дом мне понравился. Ну, мы выбили самую комнату, самую большую. В каких условиях теперь будут жить семьи оленеводов, проверил глава региона. Выбрали, где комнату все выбрали уже? Да, распределили уже. Уже распределили, да. Ключи от новых домов новоселы получили в торжественной обстановке. На этой новой улице, в этих новых домах, хочу вас поздравить с новосельем. Эти дома давно заждались новоселов. И отрадно, что из семи семей, которые будут жить в этих домах, пять – это многодетные семьи. Я вас поздравляю с новосельем и желаю, чтобы жизнь в этих домах была уютной и счастливой. С праздником вас! У нас сегодня здесь присутствуют женщины. Действительно, ваши владения с размеров палатки теперь вырастают до трех-четырехкомнатных квартир. Конечно же, хлопот у вас прибавится. Но это будут очень приятные хлопоты. И мне хочется всем вам пожелать. Есть такая пословица. Чтобы был в семье лад, не надобен и клад. Так пусть у вас будет в семье все хорошо. Царят любовь, взаимопонимание, согласие. А комнаты в вашем доме всегда звучат звонким детским смехом. С новосельем вас, дорогие наши женщины! Ключи от новых квартир получили семь семей. Пять из них – многодетные. К слову, новые квартиры были построены специально для оленеводов СПК «Восход». Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Ежегодно 3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. Дата была приурочена к принятой в 1973 году Конвенции международной торговли видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой уничтожения. Для привлечения внимания к экологическим проблемам и был учрежден Всемирный день дикой природы. Тему продолжит Елизавета Кабанова. Сохранение окружающей среды – миссия Всемирного фонда дикой природы. Его филиал есть и в Ненецком округе. Наш регион является домом для 229 видов краснокнижных животных, растений и грибов. Гармония в отношениях человека и природы – это то, к чему стремится фонд. ВВФ проводит различные мероприятия просветительской направленности. Если говорить об округе, то, наверное, самым ярким нашим просветительским мероприятием является День моржа, который мы проводим уже, если я не ошибаюсь, более семи лет в регионе. Как правило, в доковидную эпоху это был большой семейный экологический фестиваль на Центральной площади, и жители округа всегда рады были. Таким образом мы стараемся привлечь внимание. К слову о моржах. В Ненецком округе есть лежбище этих морских млекопитающих. Одно из них находится на территории Ненецкого заповедника, на острове Матвеев. Ученые отслеживают не только условия обитания моржей, но и их численность. Атлантический морж, несмотря на свои внушительные размеры, один из самых уязвимых обитателей Российской Арктики и занесен в Красную книгу. Поэтому ВВФ и сотрудники заповедника Ненецкий активно сотрудничают. Естественно, мы поддерживаем заповедник материально-техническими средствами. Установлен стационар для инспекторов. И, кстати, в этом плане мы работаем и с Центром природопользования охраны окружающей среды НАУ. Также поддерживаем, передаем технику, передаем стационар для инспекторов, для борьбы с браконьерством, для обследования территории и так далее. Ни для кого не секрет, что в Ненецком округе пользуются популярностью как рыбалка, так и охота. Но не стоит забывать и о том, что в водоемах обитают редкие виды рыб, вылов которых запрещен. А убийство краснокнижных животных ведет к уголовной ответственности. Сотрудники Центра природопользования тщательно следят за соблюдением правил, отправляясь в рейды. А также за состоянием воды и почвы нефтеразливами. Работа наша осуществляется на основании плана мероприятий, в частности, в 2021 году. Мы проводили работу по охране природы. Было проведено всего 197 выездных мероприятий. Работа у нас проводится совместно с правоохранительными и природоохранными органами. Сотрудники Центра природопользования следят за особо охраняемыми природными территориями регионального значения, которых в Нелинском округе 8, и за общедоступными охотничьими угодьями. У браконьеров изымаются орудия и охотничьи ресурсы. Помимо этого, сотрудники Центра ведут учет различных видов животных и устанавливают подкормочные площадки. Кроме того, еще могу сказать, что при проведении всех выездных мероприятий основной упор делается сотрудниками учреждения на профилактическую работу по соблюдению природоохранного законодательства, правил охоты и правил рыболовства. Профилактическая работа крайне важна. Чем больше людей знает, за что предусмотрена ответственность, тем меньше будет правонарушителей. К примеру, к вам в деревню забрел краснокнижный белый медведь. Животное дикое может угрожать жизни людей. Жители Амдерма и Усть-Кары знакомы с такими гостями не понаслышке. Поэтому местные активисты решили перенять опыт у Чукотки и организовать медвежий патруль. А ВВФ их активно поддерживает. Организовался такой медвежий патруль. Вот надо сказать, что этот год у них выдался действительно таким горячим, активным. Более 15 раз они выезжали на отгон белых медведей. И благодаря их слаженной работе не пострадал ни один человек, ни один белый медведь. В Амдерме установлена специальная система оповещения, которую может запустить патрульный. Маячок на столбах предупреждает людей о том, что в поселок заглянул незваный гость. Подобная работа позволяет обеспечить безопасность как животным, так и людям. Медведи стали приходить в населенные пункты из-за таяния льда. А это напрямую связано с человеческой деятельностью, которая привела к изменениям климате. Чтобы сохранить экологию, каждый человек может начать внедрять в свою жизнь полезные привычки. Начиная от того, как меньше потреблять и покупать, можно экономить воду, можно экономить электричество, установить энергосберегающие лампочки. Просто ввести такие привычки себе в обиход. Как я говорю, это своего рода спорт. Может быть, поначалу придется напрячься, но потом это не мешает. Можно делать пожертвования в природоохранные фонды. А можно просто начать ходить за кофе с собственной термокружкой и отказаться от одноразовых стаканчиков. Или при доставке еды просить убрать пластиковые приборы. Чем чаще мы будем задумываться о сохранении природы, тем лучше будет и экологическая обстановка вокруг нас. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал Север. В начале весны во всем мире традиционно отмечают День писателя. Всемирный День писателя – это не просто профессиональный праздник тружеников пера. Это еще и повод в очередной раз вспомнить о роли автора в обществе. Ингар Теева, журналист газеты Нарьяна Виндер, автор гимна Ниньского автономного округа, поэтесса, с детства увлекается писательской деятельностью. Будучи еще ребенком, в самом раннем возрасте увлеклась чтением художественной литературы. Позже появилась потребность написать художественные строки самой. Начало литературной деятельности, да, то это глубокое детство, это когда я около пяти лет мне, наверное, уже было. Потому что читать я научилась три с половиной, но, соответственно, мне захотелось писать. И я уже смастерила сама себе книжку, там стала писать, обклеила ее календариками. И всем ходила, у нас был такой барак Пардалина, я всем ходила и показывала свою первую изданную книжку со своими стихами. Острые проблемы в обществе, несправедливость – вот что волнует писательницу. Именно об этом она хочет делиться со своими читателями. Считается, что девушки должны в первую очередь писать о любви, о цветах и прочем. Но у нас есть определенная такая гражданская ответственность. Я всегда считала, что поэт должен быть как верно настроенная струна, которая резонирует со всеми несправедливыми явлениями, в том числе социальными, которые происходят в нашем обществе. И если он отзывается на это, то тогда, наверное, это и есть искусство. Как и любой творческий человек, сталкивалась с критикой. Но это ее только закалило и дало старт для больших свершений. Да и без самокритики никуда, говорит автор. Это является главной пищей для новых творческих вершин. Ты же постоянно растешь. Ты не можешь не расти. Если тебе нравится, ты приходишь в эйфорию от своих работ, ты перестаешь расти как автор. Как только ты считаешь, что все безупречно, то все как бы на твоем дальнейшем росте можно вставить крест. По-моему, в любой сфере деятельности ответственный творец, он чуть недоволен всегда. Он понимает, что где-то он не доработал. Член Российского союза писателей Ольга Крупенье – не только профессиональный журналист, но и талантливый автор. Многие годы она занимается писательской деятельностью. А началось все со школы. Но на самом деле, сколько себя помню, столько пишу. Первое очень серьезное произведение я написала, насколько я помню, наверное, в классе в шестом, в седьмом. Я написала сказку. Сказку, как теперь помню, это про маленькую курочку, которая убежала из дома и попала в какие-то неприятные ситуации, приключения какой-то маленькой курочки Ряба были. Я собрала вокруг себя кучу малышей соседских и сидела, читала им эту сказку. И вот помню, как моя мама там со своими подружками сидели и умирали со смеху просто. Ольга Петровна жила и в Ташкенте, и в Санкт-Петербурге. Но нигде не была так творчески вдохновлена, как здесь. Северные просторы и люди с чистой душой – вот что дает силы для написания литературных произведений. Меня, наверное, вдохновляет Нинский автономный округ, куда я приехала уже 20 лет назад. В этом году летом будет 20 лет, как я сюда приехала. И мне, наверное, нигде, никогда не писалось так легко, так интересно и так душевно, как вот здесь. Наверное, меня Север вдохновляет. Говоря об авторской деятельности, не стоит забывать и труд редакторов. Редактор работает и с формой, и с содержанием. Он является неизменным партнером для писателя и автора. Я люблю читать, в общем-то, очень. Приносит много, много разного. Что-то интересное, что-то не очень лично мне. Но в целом все тексты любопытно достаточно вычитывать. Это приятная работа. Я люблю вот так за компьютером сидеть, в общем-то, тихонько, без суеты. Вычитывать, править. Ну и да, самому писать тоже, в общем-то, приятно. Даже по работе, когда просто банальные посты для соцсети, я все равно сделал пост, и вроде удовлетворение получаешь. Ненецкий округ богат творческими людьми. Многие из них являются членами литературного объединения Заполярье, которое работает не только с опытными авторами, но и начинающими. Анастасия Евтысая, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Великанал Север. Птичий дом. Центр региональной молодежной политики и патриотического воспитания Ненецкого автономного округа запустил конкурс скворечников, который пройдет в два этапа. Конкурс проходит среди учеников младших классов и дошкольных учреждений. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо принести самодельную кормушку или скворечник и заполнить заявку. Сама цель акции у нас будет проходить, так как у нас весна, птицы возвращаются. Такая экологическая задумка, экологическая акция, чтобы сделать скворечники, кормушки. Мы их потом будем передавать в наше лесничество, они будут их размещать на территории Ненецкого автономного округа. Конкурс будет проходить в два этапа. На первом этапе конкурсной комиссии будут выбраны 15 лучших работ. Которые потом впоследствии мы выставляем на гонках Буранды, где все жители могут прийти и проголосовать за понравившуюся работу. И у нас будут выбраны три лучшие работы по направлению скворечники и по работам на кормушке. Работы принимаются до 5 марта. Их можно принести в молодежный центр по адресу. Улица Токовылки, дом 2. Народная забава, угощение и кульминация сжигания чучела масленицы. В это воскресенье 6 марта жителей и гостей округа ждет широкая масленица. По традиции завершают масленичную неделю народное гуляние. В воскресенье на площади маратцей пройдут выставки с национальным колоритом мастер-классы. Выступят лучшие творческие коллективы Дворца культуры Арктика и Этнокультурного центра. Зрителей будут веселить скаморохи, ростовые куклы и сказочные сценические персонажи. Также для любителей народных забав будет организован конкурс с ледяным столбом. А самым кульминационным моментом будет сжигание чучела масленицы. Не обойдется в этот день и без угощения. Все собравшиеся смогут отведать вкусных и горячих блинов с разной начинкой. Это вся информация к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.